Салют, пипл! С вами Хьюман, и у меня для вас, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации. Да, это оно. Ох, сегодня новостей добротно. У AMD подъехала бюджетная видеокарточка RX 6300. Да, друзья, вы не ослышались. Далее мы с вами посмотрим, как можно снизить температуру видеокарточки до 20%. А это очень актуально, особенно на нынешних картах. А после мы с вами глянем статистику популярных нынче карт, потому что там всё меня. Помните, мы с вами смеялись с убожеством видеокарты AMD RX 6500? Ну, особенно на фоне RTX 3050. Но потом как-то вышло 6400. Да, сначала типа в готовых сборочках OEM, мол в готовые ПК, в розницу не продаем и всё такое. Потом вышла новость не так давно, недели две назад, о том, что 6400 будет в розницу. Оказывается, дно не было пробито. Выходит RTX RX 6300. Пока что, да, опять же, по тому же пути, как и 6400, только в готовых сборках. Но зная AMD, зная о том, как денежки не пахнут для всех компаний, бизнес есть бизнес, 6300, возможно, появится даже и в розницу потом. И это не слухи. Сама AMD уже подтвердила, что API-ки поддерживают. Ну, графический процессор, особенно в последней вышедшей версии через прогу 3.10. То есть, даже в журналах изменений уже конкретно можно увидеть упоминание RX 6300. Не 6300M, которое уже как бы есть в ноутбуках, а 6300, обычная десктопная. И я так понимаю, что именно это дно, в смысле, эта видеокарточка, выйдет при использовании RDNA 2. Ну, а на борту явно будет не более чем 2 гига видеопамяти. Ну, я сужу, конечно, по мобильной версии, в которой 2 гигабайта стоит в 6300M. И, видимо, уже даже с мусора деньги начинают забраво зарабатывать. Хотя, ребятки, что тут говорить. Мы буквально с вами вчера говорили о видеокарточке RX 550, которая вышла еще 5 лет назад. И вот Биодстар опять будет ее производить. И, друзья, у меня есть хорошая новость. Потому что YouTube наконец-то созрел для Украины в частности. И подключил спонсорскую монетизацию для проекта HumanVast. Да, для проекта, который вы смотрите на ежедневной основе. А это значит, что вы сможете получить дополнительные бонусы, если вы подписчик данного проекта. Ну, и, естественно, поддержать копеечкой проект HumanVast. Потому что нынче, чтобы вы понимали, это полноценная моя работа на ежедневной основе. А вообще, просто ознакомьтесь с этим видосиком, я там подробно все разжевал. Ну, и, если что, ссылочка в описании под видео. Каюсь, ребятки. Месяц назад примерно я вам не рассказал о IT-модификации одного ютубера под названием DandyWorks. Фишка там была следующая. Он заменил термопрокладки видеокарты на кое-что другое. К слову, там была видеокарточка RTX 3070 Ti. Так вот, там теперь медные прокладки. И что мы получаем в итоге? Температура снизилась до 46 градусов по Цельсию. Много это или мало, при каких условиях, естественно, я вам расскажу дальше. Я не скажу, что это какая-то новинка или сверхновая, потому что и ранее меняли термопрокладки и так далее. Но актуальность это началась особенно с того момента, как мы с вами увидели RTX Амперы, у которых особенно в память GTR 6X, ну вы сами знаете, какие температуры, как все это быстро греется и какие иногда были проблемы даже с этими видеокартами за счет того, что текли термопрокладки. Суть уже в том, что даже сейчас уже, уже именно сейчас вы можете заказать себе специальную медную пластину, ну для того, чтобы снизить температуру. Причем это для множества видеокарт, ну если мы говорим в контексте Ампер, то есть сюда входит не только, допустим, та же Founders Edition, но и другие предприятия, непосредственно, которые занимаются видеокартами на как партнеры, то есть рандомные кастомные карты. Если вам вдруг интересно, я оставлю ссылочку на нашего ютубера англоязычного, который как раз таки все это проводил, как вся эта замена происходит от А до Я, ну вдруг вам будет любопытно посмотреть на процесс или же сделать самостоятельную замену. Вам лишь придется набраться терпения, чистку правильную произвести, ну и термопасту. Но только имейте в виду, если у вас все еще присутствует гарантия на вашу видеокарту и вы хотите своеручно сделать замену, то имейте в виду, она аннулируется. Но, друзья, не забывайте, что возможно короткое замыкание, потому что медь как таковая обладает высокой проводимостью. Ну и как и обещал, конкретные температуры. В контексте Cyberpunk 2077, где у нас было 78-88 градусов до, ну то есть с обычными термопрокладками, у нас стало 75-70. При добыче эфира, да, мы смотрим не только игры, температура могла составлять 65 и 94 градуса, а в итоге мы видим 58 и 75. И в OctonBench до смены прокладок температура была 78 и 92 градуса, теперь же это 78 и 76. То есть получается, что температуру можно снизить до 20%, что во время игры, что во время майнинга, ну и собственно рабочих каких-то процессов. Сами же пластины стоят примерно 57 баксов. Да, они шибко дешево, но тем не менее. И это без учета доставки и без учета того, что вам нужны будут еще и термопасты. Да, это в 4 раза больше, чем отдельные медные прокладки. Но тем не менее, выгода налицо, стратегическое действие в плане того, чтобы карта служила дольше. И кстати, чтобы вы были в курсе, та же память Micron, даже если мы с вами берем GDDR6X, она способна, ну, работать, скажем так, до 100 градусов в плане безопасности. Да, понятное дело, что чем ниже, тем лучше. Но, опять же, если мы перешагиваем выше сотки, даже до 120, она и там будет работать. Но начинается деградация. Следовательно, ваша карта в таком режиме явно не прослужит вам долго. И нет смысла поднимать температуру до таких высот. Поэтому соточка, это типа допустимый максимальный диапазон, докуда можно дойти. Но не стоит. В общем, мораль всей басни такова, что если вы хотите, чтобы ваша малышка прослужила дольше, помимо других характеристик, естественно, обратите ваше внимание на термопрокладки. Особенно, если ваша видеокартка по тем или иным причинам начинает сильно греться. Друзья, я восстановил свою деятельность на игровом канале. Не на ежедневной основе, но тем не менее. Решил сейчас пока что удержаться от вебки и комментариев прохождения игры, но вот дабы сделать для вас это как сериальчик, чтобы вы расслабились и кайфанули. Так что с удовольствием всех жду на канале HumanWastGames. Ну, друзья, я полагаю, что вы в курсе. Ныне самая популярная видеокарточка в геймерском сообществе до сих пор остается RTX 1060. Что на 3, что на 6 гигабайт. По понятным причинам она до сих пор неплохо тащит. Она до сих пор... Ну, сейчас, конечно, все карточки так себе стоят, но тем не менее. Но сейчас начинается ветер перемен, и даже карточки Ампер начинает подтеснять. Ну, не ее, конечно, а топ. Хотя в то же время GTX все равно остается на первом месте. И вот, перед вашим взором скриншот с платформы Steam. В марте 22 года в топ-10 самых популярных видеокарт игрового сервиса Steam наконец появилась модель поколения Ампер. Ну, и неудивительно, что ею стала именно RTX 3060. И более того, помимо десктопной версии данной видеокарт в десятку вошла и мобильная. Так что тенденция здесь любопытная. Во-первых, да, 1060 все равно закрепляет свою позицию топ-1, что на 3 гига, что на 6 гигов. И в то же время выходит теперь уже и RTX 3060. Но это и понятно. Это по большому счету тоже бюджетная видеокарточка. Мы не берем в расчеты RTX 3050. RTX 2060 до этого у нас была такой переходным привалочным пунктом, поэтому не было смысла с 1060 переходить. Ну и вот потихонечку появляется RTX 3060. Если ценники будут уже около розничные, то я думаю, множество людей на нее и будут переходить. Хотя, опять же, надо смотреть, что там будет с RTX 4060, которую нам обещают как раз-таки под конец 2022 года. По моей памяти, в декабре. Ну а на сегодня, ребятки, у меня для вас все. С вами был, как всегда, Хьюман. И как всегда, кайфовой вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok